Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Итак, дорогие друзья, я хотел рассказать вам несколько вариантов, как рассчитать маленькую площадь. В данном случае коридорчик в 6 квадратных метров. Как его рассчитать, чтобы было выгодно укладывать, чтобы это было справедливо. Есть несколько вариантов. Первый вариант – это самый обычный, когда мы рассчитываем квадратные метры по полу. В данном случае, допустим, давайте расчет брать тысячу рублей. 6 квадратов – 6 тысяч. Это самый первый вариант. Второй вариант – мы, когда считаем подрезку по периметру. В данном случае, то есть по всему периметру, где мы будем резать плитку. И квадратуру. Это второй вариант. Третий вариант – когда мы укладываем с расчета труда дней. То есть, допустим, здесь мы укладываем плитку за 2 дня с учета того, что, например, коридор, могли ходить здесь. Первый день мы основной выкладываем, второй – подрезку. Так, чтобы ходить могли. То есть, в данном случае, полоска так. Здесь сбоку можно ходить, выходить. Потом вот эту часть закладываем. Это если ведутся другие работы, чтобы никому не доставлять простоя. Чтоб могли выходить, заходить. Это особенно касается коридоров, проходных мест. Вот. То есть, мы считаем по утру до дня. Сколько у нас день стоит? Ну, давайте тоже, к примеру, возьмем. Там средняя цена, допустим, там 5 тысяч. Вы можете и 10 тысяч в день, да, вы можете и 3 тысяч в день. Ну, пускай будет 5. Давайте такого расчета. Вот. Допустим, 2 дня – это 10 тысяч. Давайте теперь попробуем цифры подставить. То есть, вот три варианта мы рассчитали. Первый вариант – только квадратуру. Там у нас получается 6 тысяч. Второй вариант – плюс подрезка. В данном случае подрезка у нас идет 3 метра. 3 метра. Здесь 2,2. То есть, получается 6 и плюс 10 погонных метров. 10 погонных метров стоимость идет у нас по полстоимости. Обычная подрезка без заусовки, без обработки края. То есть, 500 рублей. Еще плюс 5 тысяч. Получается, значит, итого 6 плюс 5 – 11 тысяч. Это второй вариант. И третий вариант. Когда мы считаем трудодни. Трудодни по 5 тысяч. То есть, десятка получается. То есть, в принципе, вот в таком диапазоне. Давайте еще раз смотрим четвертый вариант. Почему он имеет место быть? Потому что я считаю, что неправильно считать, например, среднюю деньщину. Хотя работа кропотливая, неудобная. Здесь, я считаю, неправильно было бы считать среднюю деньщину. Почему мы так должны учитывать? То есть, здесь нужно учитывать оптимальную деньщину именно по этой работе. То есть, в данном случае берем плитку 60 на 60. То есть, сколько вы можете ее укладывать за день? Для наглядности, я вот предыдущие ролики показывал. То есть, за один день я укладывал 21 квадратный метр. Пускай 20 квадратов. Ну, давайте возьмем, вычтем все неустойки, все простои какие-то там. Где-то мы бы заленились, где-то еще что-то. Пускай, потому что в таком, в накальном режиме тяжело работать. Пускай даже откинем половину. Пускай 10 квадратов за день. То есть, это как минимум. То есть, это нормальный объем, который реально укладывать, если у вас, допустим, большой объем. Там, как в данном случае у меня было 50 квадратов. То есть, это реально. И давайте с этого соображения денщину выведем. У нас получается, если 10 квадратов за день по 1000 рублей, получается уже не 5000, а 10 тысяч. То есть, мы теряем пол стоимости. Из этого соображения мы считаем 2 дня, которые мы здесь вот укладываем. Уже получается у нас не 10 тысяч, а 20 тысяч. Вот потеря той суммы, которая должна учитываться. То есть, денщина должна учитываться не просто фактически, сколько мы можем поднять, как мастера универсала, а фактически по той работе, которую мы делаем. То есть, если мы шпаклюем, давайте рассчитывать, сколько мы можем за день зашпаклевать, да? Денщина. Если мы, например, плитку укладываем, давайте с этого расчета рассчитывать. Если мы стяжку делаем, давайте стяжку рассчитывать. Ну, гипсокартон, давайте гипсокартон. То есть, денщина должна учитываться именно по той работе, которую мы делаем. Это будет правильно. Вот, и именно такого размера плитка. Потому что, если, например, мы маленькую узенькую укладываем, да, там совсем другая скорость будет. Поэтому надо соразмерно еще считать ту работу, которую мы делаем. Вот, поэтому здесь уже, я считаю, нужно подходить к этому вопросу более так детально. Вот, и, в принципе, тогда будет выгодно работать. Тогда будет выгодно считать, если вот эти вот все моменты, вот, если вы не хотите считать коэффициенты, тем более на маленькой площади, невыгодный объем. Вот, еще мы сейчас вот последний объект, например, считали так. То есть, когда маленькая комната, там порядка девяти квадратных метров по полу, полностью все там делаем, да. Либо, как я говорил, мы считаем, либо просто к общей стоимости добавляем какой-то процент. Там 20-30 процентов просто умножаем и все. То есть, это, в принципе, правильно. И тогда нам будет выгодно укладывать такие маленькие объемы. Вот, так что вот напишите, какой вам метод больше понравился. Вот, мне, честно говоря, по справедливости больше четвертый нравится. Потому что, в принципе, так. Вот, я говорю, можно и 20 тысяч за день заработать, можно 10, можно 5. Вот, поэтому нужно соразмерно смотреть той работе, которую мы делаем. Вот, бывает так, что ты, например, сказал, что два дня будешь делать, деньщина у тебя стоит столько, да. А заказчик говорит, а давайте все-таки за день вы сделаете. Пойдет к вам на уступки, один день где-то переночует, рабочим скажет, давайте подождем один день. Вот, в принципе, нормально, то есть, за день вы сделаете. Вот, чтобы никто не ходил, можно, например, в одном направлении укладывать с подрезкой сразу и на выход. Вот, единственная проблема, как будет помыться, да. Вот, ну, этот вопрос, если решится, то, в принципе, можно сэкономить один день. Но это уже зависит от заказчика, как он скажет. Поэтому ваше дело сказать, дело заказчика подумать. Вот, но если вы это все объясните доходчиво, если все это покажете, вот, в чем является ваша выгода, в чем вам невыгодно. Вот, я считаю, здесь ничего такого зазорного нет. Вот эта сумма берется не с потолка, мы не зажравшиеся, да. То есть, это все объясняется. Почему я должен на маленький такой объемчик прийти, потратить два дня, вот, и заработать ту сумму, которую я не хотел бы заработать, да. То есть, это очень маленькая для меня сумма. То есть, мне проще отказаться на самом деле. Вот, поэтому напишите свое мнение. Было бы интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Вот, потому что на самом деле такой серьезный вопрос. И как правильно рассчитать вот эти все нюансы. Вот, у меня есть таблица, именно по расчету плитки, она уже полная. Кому интересно, могу ссылочку на видео оставить, кто еще не посмотрел это видео. Там интересные многие моменты, которые тоже нужно учитывать. Все, что хотел сказать. Спасибо всем за просмотр.